Действительно, в бытовом сознании очень часто можно услышать, что психология — это не наука совсем, что психологи — они сами двинутые люди, и, соответственно, и наука их такая же. Дело в том, что есть ответственные люди за такое представление. Мне удалось их выделить в результате подготовки этого доклада. Первое — это сами психологи. Второе — это определенный политический деятель. Самих психологов, как человека, который виноват в том, что так о психологии думают в 21 веке, это американский психолог Джон Уотсон. А определенный политический деятель — это не Обама, не виноват. Вот этот человек, чтобы избежать спойлеров, я только покажу его усы. Что сделал Джон Уотсон? В начале 20 века, в 1913 году, он выступил с лекцией, которую называют психологи «манифестом». Это такое увесистое слово, потому что эта лекция поменяла судьбу психологии полностью. Он написал манифест, который назывался «Психология глазами бихевиариста». Спустя этой его лекции психология на 30-35 лет превратилась в науку о крысах и поведении голубей. И сознание человека не изучалось практически вообще. Вот он. Наш господин Уотсон. Но давайте все по порядку. Начнем со следующего вопроса. Первый курс, психологический факультет, лекция по общей психологии. Нынче доктор психологических наук Анастасия Мекляева задает вопрос в аудиторию. Что такое психология? Быстро отвечается. «Психология — это наука о душе». Она говорит, ну да, я ответ этот принимаю. Если вы хотите завалить экзамен, то так и отвечайте дальше. Психология как наука о душе. Но что такое душа? Вот здесь вот я сам яму уже рою, отвечая на этот вопрос. Но у меня есть чит-коут, который означает, что душа или психия — это имя древнегреческой смертной. Потом она была богиня, и звали ее Психея. Известна она тем, что водила шашни с Амуром, разозлила Афродиту и получила испытания. Если вы обратите внимание на древнегреческое написание имени Психея, то увидите древнегреческий символ «пси», символ, который обозначается психологией. Кстати говоря, главная психологическая премия называется «золотая Психея». Так что для нас Психея — это важный такой защитник сверху. Написан был миф об Амуре и Психея господина Апулея во II веке н.э. уже в его книге «Метаморфозы». А до этого, естественно, о душе рассуждал не только Апулея, до этого был и Гомер, и Сократ, и Аристотель, и Зенон, и Платон, и большая компания других древнегреческих, и не только философов, которые рассуждали о душе. Но сегодня лекция будет посвящена не о том, что такое душа, а как разные люди в разные эпохи, в разных странах пытались построить отношения с Психеей. Как у приличной богини, у нее было много поклонников, очень много поклонников, и это только небольшая часть из них. Это ее адекватные поклонники, у нее есть и неадекватные поклонники. Для начала хочу актуализировать о понимании важности психологии как науки. Какие задачи из жизни может решать психология? Ну, например, может ли человека взять в сложное морское путешествие, вот он просит, возьмите меня, пожалуйста, на Галапагосские острова. Можно ли его брать? Ему будет нормально, он вернется живой, или он будет постоянно тошниться и придется вызывать врача посреди океана где-нибудь. Можно ли человеку давать автомат в руки, например, при наборе в армию? Этими вопросами занимается так называемая область психодиагностики. Второй вопрос – это как помочь человеку, который в страданиях, если он болеет истерией, шизофренией, у него есть галлюцинации, что можно сделать, чтобы облегчить его страдания или, может быть, даже можно вылечить как-то? Следующий вопрос. Этим занимается психотерапия, клиническая психология, много других ее разделов. Следующий раздел – это фундаментальные вопросы. Как работает наша память, воображение, мышление и много других психических процессов, которые в нас есть. Этими вопросами занимается общая психология. Пока что несложно, пока что только три области. На них мы сегодня и остановимся. И возьмем мы для начала, для примера, для того, чтобы сразу было понятно про интересных мужчин, госпожи психеи, вот этого молодого человека, этого носатого. Это 18 век. Мы сразу перескочим в самую гущу событий. Посмотрите на этот замечательный, как это, профиль называется, да? Это профиль, на этот нос длинный. Сразу видно, что человек целеустремленный, веки полуприкрытые. Сразу понятно, что это человек склонный к наблюдению, размышлению. И вообще очень видно, выдающийся человек. Его зовут Иоганн Лафатери. То, что я сделал, как раз таки то, что сделал он. Он придумал физиогномику о том, как можно по внешним чертам, по мимическим чертам, по носу, по скулам, принимать решение о том, кто такой человек, какая у него личность, соответственно, имеется. Ну, например, они брали размеры носа и говорили, что если у человека нос длинный и такой мощный, такой нос, то значит, что человек волевой, сильный, что он готов вот все порвать. Настоящий воин. Если у человека нос скорее тонкий, может быть, с небольшой горбиночкой, то это какой-то аристократ, ему скорее книжечки бы читать, а не заниматься войной. Они составляли множество карт. Физиогномику, можно еще у вас вопрос, кто слышал вообще про физиогномику? Поднимите руки. Опять еще одна победа, большое спасибо. Ну и, соответственно, можно даже находить настоящих тиранов. Вот он, Адольф Гитлер, по мнению хирологов, хирологов и физиогномистов. То есть очевидно, что вот он сводит брови, значит, он не уважает закон. Понятно, что вот у него скулы выражены безжалостно в характере, ну и мешки под глазами, это точно сатана вообще в оплоти вот здесь вот. Я вам серьезно, я знаю сам лично несколько физиогномистов, они этим занимаются, они этим зарабатывают на жизнь и даже в бизнес приглашают физиогномистов. То есть есть некоторые люди, которые набирают персонал, то есть работники HR, они смотрят на длину носа или раскрытие века человека, которого они думают взять или не взять на работу. Почему физиогномика до сих пор очень популярна? Во-первых, потому что она наглядная. Во-вторых, потому что она понятная. То есть все очень просто. Если у девушки большие глаза, еще и черные, то у нее точно есть демоны какие-то внутри. Они скоро вылезут, лучше с ней не связываться. Она простая в применении. Посмотрел, принял решение. Ну и самое главное, что физиогномика ложная. Мне иногда говорят, ну Виталик, физиогномик это же развлечение, это же прикольно просто так посмотреть, гипотезы и так далее. Я говорю, да-да-да, вот вам пример развлечения физиогномика. Почему из-за физиогномики мы чуть не потеряли происхождение видов? Дело в том, что Чарльз Дарвин, когда совершил свое путешествие на Галапагосские острова, он был на корабле Биголь, и капитан корабля, он был большим фанатом Лафотера. Он сказал Дарвину, что, к сожалению, Чарльз, я не могу вас принять на свой корабль в силу того, что у вас недостаточно большой нос. Сразу видно, что вы человек, который не переживет это плавание. Ну, я не знаю, как он убедил в итоге капитана, ну, наверное, просто больше денег предложил. Но в итоге Чарльз Дарвин не только совершил путешествие, но и 20 лет потратил на то, чтобы написать, по-моему, одну из важнейших книг в истории человечества. Ну, как-то вот физиогномика здесь чуть нам не запорола жизнь. Вот мне буквально недавно ВКонтакте написали, говорят, Виталий, подпишите, пожалуйста, петицию о том, чтобы на Первом канале было шоу, посвященное физиогномике. Ну, вот я думаю, что надо подписать, я просто хочу посмеяться. Все равно журналисты, конечно, постараются сделать это убедительным, но представление о том, что физиогномика работает, есть до сих пор, меня часто об этом спрашивают, и не хотят слушать мои слова, что вообще это все не так как-то работает, что обусловлено другими вещами, что заниматься психодиагностикой по выражению лица человека — это, мягко говоря, неблагодарно, а еще и ложный труд. Тем не менее, как химия вышла из алхимии, есть польза от того, что люди занимались физиогномикой. Первое. Чарльз Дарвин написал книжку, которая называется «Вооружение эмоций у человека и животных». Он также задумывался вопросами, ну, наверное, запомнилась история про нос, и вместо того, чтобы изучать морщинки и размер скул, он начал изучать эмоции. Именно интересом стало человеческое лицо, ну, лицо животных. Есть, на самом деле, наличие взаимосвязи между личностными характеристиками, психическими характеристиками и самим лицом. Ну, например, в данном случае вы видите людей больные интеллектуальной отсталостью. То есть это дебилизм, имбицильность и идиотия. Но вот вообще, мне так мой преподаватель говорил, Виталик, чем ниже у человека уровня интеллекта, тем это выражение на лице. Чем, соответственно, наоборот, тем наоборот. Ну, и мы уже знаем о том, что действительно все задается не совсем так, как хотелось бы физиогномистам. Ну, и третье. Все же есть определенная связь с тем, что блондинки глупее, чем брюнетки. Можно взять и померить, и доказать это. Но почему так происходит? Мы знаем, что не в цвете волос дело. Хотя иногда вот шутят, что в цвете волос. На самом деле, когда рождается ребенок, и она, например, блондинка, еще и симпатичная сверху, она находится в таком контексте, где ей говорят, ты блондинка, блондинки глупые, брюнетки умные. Блондинки быстро найдут мужа, брюнеткам придется пахать. Поэтому в бизнесе очень много успешных женщин, они скорее не блондинки. Ну, и, соответственно, ребенка начинает убеждать в этом, что блондинки должны тусоваться, они не должны читать книжки. Ну, и так далее. Ребенок в это верит, и, к сожалению, эти стереотипы, может быть, убивают каких-то у нас, у нашего человечества еще ученых. Перескачем чуточку еще подальше. И я хочу вас познакомить с Францем Галем. Он тоже занимался вопросами психодиагностики, но уже более научно. Значит, история идет следующим образом. Мы уже знаем, что у человека есть мозг. Отлично. Мы знаем, что мозг работает с помощью тока, и у него есть даже какое-то электрическое, электромагническое излучение. Значит, гипотеза Франца Галя заключалась в том, что вот у каждого из вас есть здесь горбинки и есть впадинки. И, значит, можно взять человека, прощупать его вот так вот черепную коробку и понять, какие у него есть склонности. Есть ли у него склонности, например, к математике, к агрессии и к другим вещам. То есть логика была такая. Вот у каждого человека есть определенная зона мозга. Если она активная, то, значит, мозг начинает здесь изменяться. Черепная коробка виновата. Черепная коробка начинает изменяться. И это можно нащупать и составить такой вот психологический портрет человека. Знаете, как проверить это можно? Это можно проверить научным способом. Значит, берем человека, вскрываем ему черепную коробку и начинаем постепенно удалять кору головного мозга. И смотрим, как это влияет на его поведение. Понятно, что такой опыт пока что нельзя провести, но их проводили на животных. То есть брали животное и по аналогии, если у нас вот мозжечок, сейчас посмотрим, за что тут ответственно, за дружбу, ну это не мозжечок, конечно, но вот за дружбу, условно говоря, то если мы будем удалять вот эту вот область мозга у собаки, то она будет меньше общаться с другими животными. Ну, когда начали снимать кору мозжечка у собаки, оказалось, что у собаки все нормально с личностью, а вот с моторикой стало все очень плохо. И таким образом выяснили, что мозжечок, он с задней части мозга, ответственен за моторную функцию, а не за всякие личностные штучки. Дальше пойдем. Дело в том, что операции, такие попытки разоблачить Галя, дошли через два века больше, до следующей штуки. Есть такое, как считалось, священное заболевание, называется оно эпилепсия. Смысл эпилепсии заключается в следующем, что появляется очаг возбуждения в одной половине головного мозга, она захватывает одну половинку и через вот эту вот красную штучку, которая называется мозолистое тело, а перескакивает на вторую половинку. В результате этого перескока человека начинает трясти, пена изо рта, он ничего не понимает. Неважно, я вот двух эпилептиков видел в своей жизни, у которых при мне был приступ. Одна была девушка худенькая в белых штанах, и у нее был первый приступ эпилепсии в ее истории, а второй был здоровый парень, и мы с ним сидели, пили пиво, ели чипсы и смотрели кино. И он внезапно встал и начал, ну, короче, приступ эпилепсии я видел дважды вживую. Не самое приятное зрелище, самое худшее, если есть эпилепсия у детей, потому что вследствие нее можно и, собственно, умереть. Так вот, что происходит дальше? Дальше ученые придумывают следующий ход. Если у нас есть мозолистое тело, через которое проходит возбуждение, и из-за этого происходит эпилепсия, сделаем следующий дотер, разрежем его. Представляете, берем компьютер, берем вот так вот несколько проводов и разрезаем их. У компьютера, понятно, работать не будет, а мозг и человек сам работает. Ну и, соответственно, интересно, а в чем же различие? За что отвечает мозолистое тело? Казалось, если поставить ряд экспериментов, то можно выяснить, и выяснили о том, что да, действительно, в нашем мозге есть определенные локализации разных штук. Ну, например, правая часть мозга ответственна за то, что мы видим предмет, но назвать его не можем. Здесь он только одним глазом смотрит, правым, и у нас здесь сигнал поступает только в правую часть мозга. Он смотрит на предмет, его спрашивают, что видишь? Он говорит, я ничего не вижу. Он на самом деле видит, если его попросить, возьми, что ты видишь, он возьмет молоток, но он не может сказать, что это молоток. И в данном случае за эту вещь отвечает левый мозг. То есть очень можно посмотреть и видео, за эти эксперименты, за нахождение, локализация определенных вещей, например, речи, логики, операции с числами или за визуальное мышление, ответственные по большей части, не полностью, а по большей части определенные зоны в мозге, господин Спери получил Нобелевскую премию. Но это было только в середине 20 века. Но это все пошло как раз-таки от господина Галя. Дальше один из моих любимейших персонажей — господин Месмер. Значит, Месмер — это просто что-то, это нечто. Это просто завидуют все экстрасенсы сразу. Месмер — это очень харизматичный и мощный мужчина, который выходит в красном фраке, его встречает публика, море женщин, и он таинственный голос, свет, все хорошо, все красиво. И он придумал такой называемый психотерапевтический метод, который называется Баке. По Месмеру даже фильм сняли, в котором снимался ныне покойный Алан Рикман. Значит, Баке. Что это означает? Идея Месмера, теория следующая. Дело в том, что у нас есть флюиды, которые управляются магнетической силой. Что нужно сделать, чтобы исправить наши проблемы, в том числе проблемы со здоровьем, нашу истерию, с аппетитом и так далее. Значит, заползают сюда электроды. Мы становимся вокруг, держимся за вот эти вот штучки, и таким образом наше энергетическое поле восстанавливается, флюиды начинают течь прекрасно и замечательно. Вот как это выглядело на данной гравюре. При этом очень понятно, что теория полная вообще. На тот момент казалось это убедительным, и это было убедительным, потому что были фактические доказательства, что когда приходила девушка, например, с проблемой аппетита, после таких сеансов у нее проблемы пропадали. То есть это было вообще доказано. У него была куча последователей. Он стал очень богатым человеком, как и положено мошенникам 19-го века и 18-го. У него была методичка о том, как, соответственно, управлять полем других людей, и в том числе он использовал, конечно, много гипноза. Это направление называется месмеризм. У меня есть один тут друг со мной. Здесь наконец-то вступает в силу лабораторной проверки. Кто знает, когда был открыт эффект плацебо? Год. 1799-й. За 20 лет... Ну, это понятно, да? Что до этого были определенные показатели. Так вот, в результате лабораторных исследований было доказано, что неважно, что вы туда засовываете, в эту воду, и вообще можно ничего туда, просто ее подсолить, эффект будет тот же самый. То есть дело не в теории, а дело в том, что есть люди внушаемые. Тогда начал появляться гипноз. Вот эти вот штуки я одно время очень интересовался. Что это такое? Почему вот носят все такие пауэр-балансы? Их называли в Найках, их продавали и так далее. Кто-нибудь носил такую штуку? Нет? Кто-нибудь стесняется признаться, может? Да, ну то есть читаем теорию. В результате оно работает на вашу биоэнергетику и исправляет вашу биоэнергетику. Вы становитесь выносливее, сильнее и так далее. Только за счет того, что надеваете какой-то браслет на руку. Вот интересно, мои часы делают меня сильнее или нет? Но есть один плюс у Месмера. Дело в том, что он доказал, что гипноз работает. И мы можем использовать гипноз для того, чтобы помогать пациентам. Но пока что у психеи все грустно. Над психологами смеются, над ними издеваются. Месмеры высмеивают. В итоге его даже из страны выгоняют за то, что он делал. Он очень опечален. Хотя и живет в огромном доме. И тут вступает отец-основатель. Этого человека ставят в ряду с Ньютоном, с Галилеем, с другими первооткрывателями. К сожалению, он практически неизвестен широкой публике. Зовут его Вильгельм Вунд. Кто знает Вильгельма Вунта? Видимо, психологи, да? Нет, гачает головой. Нет, не психологи. Отлично, Вильгельм Вунд. Это значимая фигура в истории психологии. Мне очень нравится эта история. Он работал в Лейпциге в университете. Ему выделили помещение в здании, которое называлось конвикт. Конвикт с английского переводится как заключенный, а с немецкого переводится как убежище. И психология находит убежище в Лейпцигском университете. И Вунд в 1879 году открывает первый институт психологии. Он становится отцом-основателем экспериментальной психологии. Где появляется эксперимент, появляется уже убежденность в том, что может быть наука. Эксперименты проводил скучнейшие. Как это выглядело? Сидит испытуемый. В данном случае приборов не видно. На следующем будет. Падает шарик на тарелку. Испытуемый должен нажать на рычажок. Таким образом изучается время реакции. Так, 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 так. И так очень долго по времени, если что. В течение многих-многих-многих-многих лет. Но он стал экспериментальным психологом. Здесь даже уже видно, да? Есть математика. Ура, графики появились. Есть числа. Уже мы не черепа щупаем, мы уже что-то записываем. Как это любят шутить? В чем разница между наукой и страданием фигней? В науке все записывают. Кто такой Вунд? Нет, нет, подождите. Вунд, он отец экспериментальной психологии. Он трудоголик. За его время карьеры он написал 54 тысячи листов. Ну, это где-то два листа в день. Уже отредактированных, уже изданных. Он был руководителем более 200 диссертаций. И он является, он не просто отец, он является суперотец. Он еще и очень плодородный был. Популяризатор науки. Под его руководством, вот как раз-таки здесь, по-моему, этот прибор. Вот здесь вот этот рычажок, на который нужно нажимать. Под его руководством, короче, к Вунду съезжались с Америки, с России, с Франции. Ну, вот, то есть Павлов был у Вунта, Бехтерев был у Вунта, Стэнли Холл был у Вунта. Как раз-таки один из первых, мы о нем тоже пойдем. Где-то в это время тоже уже появляется не только в Вундовской лаборатории эксперименталка, но и господина Бенгаузен, который работает один и является автором кривой забывания. То есть, знаете, вот только в конце 19 века начали задумываться, а как вообще работает память, то есть как работает забывание, настолько молодая наука. Тогда господин Бенгаузен говорит, что психология имеет очень короткую историю, но длинную предысторию. Он был один из людей, который, можно сказать, что психология, если сравнивать с ребенком, еще даже на ноги не встала, она даже ползает, только-только начала держать голову, может быть, в этот момент. Вунд открыл свою лабораторию вместе с господином Стэнли Холлом. Это американский психолог. Я сейчас вам объясню, насколько странный мир, насколько он тесный. Стэнли Холл на фотографии. А вот это у нас Зигмунд Фрейд. Господин Юнг, по-моему, Адлер. И компания. То есть экспериментальщики общались между собой. Если Фрейд был в Вене, а Вунд работал и Холл в Ляйптике, то они где-то вместе съезжались и развлекались, чем занимались в конце 19 века. Значит, давайте пойдемте к Фрейду. Наверное, один из самых известных психологов вообще в истории психологии. Кто же такой Фрейд? Чисто исторические факты. Во-первых, Фрейд — это еврей, врач и создатель психоанализа. Я вам говорю, еврей в первую очередь. Дело в том, что то, что он еврей, сделало все то, что сделал он. Во-первых, Фрейд в течение шести лет занимался наукой. Он был нейробиологом. Он разрезал лягушек, он разрезал мышек, смотрел, как протекает ток. Он исследовал под микроскопом нейроны. Он хотел построить академическую карьеру. Но дело в том, что Фрейд — еврей. Почему? Ну, в смысле, не почему он еврей, а в первую очередь. Как это повлияло? Во-первых, ему сказали, господин Фрейд, вы из бедной семьи, вы еврей, а у нас, извините, антисемитизм. У вас академическая карьера денег не принесет. Поэтому лучше займитесь вы, господин Фрейд, чем занимается ваш народ. То есть станьте врачом. Фрейд изначально поступил на медицинский, но ему не понравилась медицина. Сказал, что это слишком просто для него. Но, к сожалению, нужда была сильнее. Он бросил университет, открыл свой кабинет и начал заниматься практикой. Назовем это сейчас практикой. И во время Фрейда было очень популярно такое заболевание, как истерия. Значит, истерия — это жесть. В данном случае это обычно пациентки, женщины, их плющат по полной программе. Аппетита нет. Они матерятся. Они рвут на себе волосы. Их корючат, как при эпилепсиях, но это при этом не эпилепсия. У них происходит паралич руки. У них раздуваются животы, как будто они беременные. А на следующий день сдуваются обратно клинически описанные случаи. Вот это в фильме из Эмили Роуз. У нее, можно сказать, она может быть похожа на человека, которым в 15 веке истерию считали, что человек в дьявол вселился. Единственный способ справиться с дьяволом — это сжечь его. Вот так вот лечили истерию в средние века. Можно, конечно, подключить их к боке. Можно их запихнуть в ванну. Вот обратите внимание, это ванна с очень холодной водой. Это еще приличный вариант. Это какая-то приличная клиника. И они там просто отмерзают. Ну и надеются, что это как-то... Ну, они в холодную воду помещаются, потому что истерию называли болезнью матки. У них бешенство матки было. Это научное название — бешенство матки. И, соответственно, если охлаждаешь, то у женщины все нормально. Да, ну действительно, когда девушку вытаскивают, кладут на кровать, она какое-то время не бесится. Можно использовать электрошоковую терапию. Тоже для лечения истерии. Значит, Фрейд со своим другом... Не буду его называть по имени, потому что друг его в итоге предал. Обнаружили, что вообще тех же эффектов можно добиться с помощью гипноза. То есть берем человека, кладем его на кушетку и начинаем с ним общаться. Плюс немножечко гипнотизируем. И этого достаточно для того, чтобы лечить множество симптомов. Ну то есть никакого издевательства, просто общаться с человеком. Еще про Фрейда известно, что он употреблял кокаин в больших количествах и очень рекомендовал его своим пациентам. Пока он не прислал кокаин своему другу, тот не снаркоманился и не умер от передозы. Тогда Фрейд сказал, короче, извините. Не было еще известно, что кокаин — это плохо. Но это начало психофармакологии. То есть антидепрессанты появились примерно оттуда. Такие вот идеи появлялись, что надо, наверное, человека чем-то кормить, чтобы помочь снять симптомы, справиться с ними. Фрейд пишет в 1900 году, ну, чуть-чуть, на самом деле, раньше, но вот массовый тираж в толкование сновидения. Я сделал следующую штуку. Я думаю, вот прошло более 100 лет. Что это будет, если я напишу толкование сновидений в Google? И тут написано «Соник, Соник, 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 Соник». Ребята, толкование сновидений — это не про Соник. Я читал эту книжку, это просто ад. Это невозможно читать. Это очень сложно понять эту книгу. Это надо быть очень прокачанным чуваком. Это не про то, что там «О, увидел большой нос, значит, потерял потенцию». Понимаете? Только Google подсказывает, что я, наверное, хочу добиться в этой жизни. Толкование сновидений. Значит, про психоанализ есть следующая штука. Его неправильно перевели. Есть немецкое слово «trip», которое перевели на английский слово «instinct» и на русское слово «instinct». Оттуда появилось слово «сексуальный инстинкт». На самом деле слово «trip» переводится как «влечение». Это влечение. Вы понимаете разницу между влечением и инстинктом. Но у нас XIX век, и все вообще на самом деле хорошо. В Америке работает масса психологов, серьезных академических психологов. В России Сеченов, Павлов, Бехтерев. В Англии Гальтон. Бине уже разрабатывает первые тесты IQ, пытаясь решить проблему, как деток в школу посылать, кто поумнее, кто поглупее. Но нас ждут два ядерных взрыва до этого. Еще тоже в начале XX века даже появляется первый учебник по психологии. Написан он Уильямом Джемсом. Он называется «Принципы психологии». Это сначала такая большая очень книжка, потом сказали, по этой книжке невозможно учиться, она слишком большая. Он ее обрезал, и эту книжку, его зовут Уильям Джемс, маленькую книжку, учебник начали называть «Джимми». Такой вот интересный факт про первый учебник психологии. Нас ждут два ядерных взрыва, один в Америке, другой в России. И виноваты в этом будут два человека. Это Джон Уотсон и Иосиф Сталин. Ну а то, как они приложили свои усилия, я расскажу в следующий раз. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ